Болгария и Азербайджана В начале разговора отмечу, что энергетические вопросы занимают центральное место в наших отношениях. Мы уже проделали большую работу. И прежде всего, я хочу выразить благодарность президенту Лихам Алиеву за приглашение и за очень приятный и теплый прием в вашей стране. Между Болгарией и Азербайджаном существует дружба и взаимное уважение. Хочу напомнить вам, что за последние два года у нас состоялось четыре президентских визита. Президент Алиев дважды посетил Болгарию, и я дважды посетил вашу прекрасную страну. Это создает прочную основу для нашего политического диалога на высоком уровне, для дальнейшего развития наших отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Если говорить об энергетике, то делается очень многое не только для развития наших двусторонних отношений, но и для поддержки стабильности и экономического развития Кавказа, регионов Белого и Черного морей, а также для укрепления энергетической безопасности Европы. Именно по этой причине энергетические отношения между Азербайджаном и Болгарией очень важны. Хочу напомнить, что два года назад, во время визита президента Ильхама Алиева в Болгарию, мы объявили о запуске газопроводного соединения между Грецией и Болгарией, и, наконец, изменили энергетическую карту региона, соединив Южный газовый коридор с Центральной и Восточной Европой. Кроме того, в апреле 2023 года, во время очередного визита президента Алиева в Болгарию, мы подписали очень важный документ о сотрудничестве между Болгарией, Румынией, Словакией, Венгрией и Сакар, которые являются операторами газопроводов в рамках выдвинутого нами проекта «Кольцо солидарности». Это стало началом укрепления энергетической безопасности Европы и реализации введения Европейской комиссии по транспортировке дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу. Также в этот же день мы вместе с президентом Алиевым открыли офис Сакар в Софии. О чем это говорит? Это свидетельствует о взаимном желании и сильной политической воле к дальнейшему углублению отношений между нашими странами в сфере энергетики. Болгария и Азербайджан разделяют стратегические интересы в торговых и региональных отношениях, как обе стороны могут формировать экономическое сотрудничество, особенно развитие и стабильность в сферах транспортной инфраструктуры и цифровизации. Нам нужны прочные отношения, если мы хотим создать многомерное полномасштабное стратегическое партнерство. Наши отношения являются ключом к нашему будущему успеху. Поэтому мы разделяем множество идей по развитию нашей дальнейшей деятельности. С президентом Ильхамом Алиевым у нас состоялась дискуссия о том, какую выгоду мы можем извлечь из геостратегического положения наших стран. Мы должны приложить больше усилий для развития мультимодальных транспортных коридоров, соединяющих Азию и Европу. Мы должны использовать преимущество выхода Болгарии к Черному морю. Подводный электрический кабель, предназначенный для транспортировки зеленой энергии между Азербайджаном и Центральной Европой, также достигнет стран Западных Балкан через Болгарию. Нам не следует фокусироваться только на связях энергетики и транспорта. Цифровая связь – это будущее. Болгария развивает это вместе с Грузией. Подводный цифровой кабель между Грузией и Болгарией также поддерживается Европейской комиссией. Этот проект позволит соединить всю цифровую информацию между Азербайджаном и Европой. Вот почему мы усердно работаем в этой области. Болгария продемонстрировала свою приверженность миру и стабильности в регионе Южного Кавказа. Какие конкретные инициативы или дипломатические меры Азербайджан и Болгария могут реализовать совместно для укрепления стабильности в регионе и предотвращения будущих конфликтов? Это неотъемлемая часть европейской общей внешней политики и политики безопасности. Болгария способствует поиску решений по укреплению мира и безопасности во многих критических регионах нашей планеты. По этой причине Болгария участвует во многих инициативах сотрудничества с Азербайджаном. Мы содействуем стабильности и безопасности в вашем регионе. Например, подключение прокладка трубопроводов, автомобильных и железных дорог, зелёных линий электропередач, прокладка цифровых кабелей и так далее. В ситуации, когда Болгарию и Азербайджан объединяет богатая история культурного обмена, как вы оцениваете возможности расширения культурных программ и партнёрства в сфере образования между нашими странами для более глубокого развития отношений между людьми? Азербайджан и Болгария имеют очень богатое историческое и культурное наследие. Во время последнего визита президента Эльхам Алиева в Болгарию мы начали совместную инициативу сотрудничества, соединяющие наши исторические города и культурные столицы, такие как Шушай и Великотырного. Благодаря личной инициативе президента Алиева и поддержке фонда Гейдара Алиева мы защитим богатое культурное наследие Великотырного, сделаем его более ярким и доступным. Уже намечены два очень хороших проекта. Я не буду касаться всех деталей этих проектов, но вскоре я вновь приглашу президента Эльхам Алиева в нашу страну, чтобы анонсировать эти проекты. Болгария и Азербайджан работают над привлечением прямых иностранных инвестиций. Какие шаги могут предпринять обе страны для создания благоприятных условий для совместных инвестиций и партнёрства, особенно в таких стратегических секторах, как сельское хозяйство, информационные технологии и туризм. Помимо создания связей, ключевым элементом здесь является обмен информацией. Именно поэтому в этот визит мы прибыли в составе очень сильной бизнес-делегации. Обмен информацией способствует расширению инвестиционных возможностей. Позвольте мне привести вам очень важный пример. Я знаю президента Эльхам Алиева много лет. В ходе многочисленных обсуждений я ознакомился с его смелым видением развития Азербайджана как современной, высокотехнологичной страны. Разработка и реализация зелёных решений, поддержка открытого диалога и активная действующая дипломатия важны для обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе. Таким образом, узнав, что Азербайджан был избран местом проведения 29-й сессии климатической конференции ООН, я не был удивлён. Это решение было принято при решительной поддержке Болгарии. Я искренне верю, что это изменит весь регион. На этот раз, вместе со своей делегацией, я привёз с собой представителей компаний с очень хорошими идеями и проектами. Болгария готова поддержать Азербайджан. Мы можем предоставить экспертную и институциональную поддержку. Сегодня мы обсуждали некоторые идеи и существующие технические решения. К примеру, как создать совместное предприятие по переработке отработанного масла. Была создана крупная инфраструктурная программа по использованию материалов старых зданий для нового строительства. Болгария предложила Азербайджану стать центром крупной региональной сети в сфере грузовых дронов. Это изменит весь регион. Все эти проекты представлены зелёной политикой. И наш последний план — это привлечение инвестиций, связанных с высокими технологиями из Болгарии в Азербайджан. Я верю, что мы добьёмся прогресса во всех этих областях посредством специальных соглашений. Это ключ к нашему будущему успеху. Господин президент, благодарю вас за то, что уделили нам своё ценное время и поделились с нами своими мыслями. Желаю вам и Дружественной Республике Болгарии удачи. Благодарю.